Раскол в рядах противников сирийского правительства. К этому привели действия правительственных войск и российских воздушно-космических сил, ну а также наших дипломатов и поиск диалога со штатами. В итоге часть боевиков отказалась от наступления на окрестности Алеппо. С подробностями наш корреспондент в Сирии Артур Кибеков. Здравствуй, Артур. Ну, я так понимаю, что сдались не все, но и куда-то они отступают. Их кто-нибудь встречает с той стороны? Да, Юра, я тебя тоже приветствую. Хочу для начала только связь проверить. Как вы меня слышите? Да, мы слышим тебя отлично. Прекрасно. Юра, они отступают, но они побывали в самой Алеппо, то есть в восточных районах и на севере Алеппо, в самой провинции. Они поддерживали своих сообщников около полугода. Сейчас отступают те группировки, которые прибыли полгода назад на помощь алепским группировкам. То есть мы сейчас перечислим чуть-чуть зрителям, объясним, какой раскол произошел. А Нусра на сегодняшний день не видит уже никакого смысла оставаться на севере Алеппо или попытаться отбить трассу Костела, которая отбила сирийская армия недавно у террористов и превратила ее в трассу жизни. У нас об этом был репортаж недавно. А Нусра теперь говорит о том, что нужно защитить саму провинцию Эдлеб. Это соседная провинция возле Алеппо. То есть потери большие у террористов, 700 с чем-то с лишним террористов только легло за последний месяц фактически при битве с подразделениями сирийской армией. Разные подразделения. Это силы Тигра прославленные. Это Республиканская гвардия 105-й корпус. И нацополочение, естественно, союзник сирийской армии. А Нусра не видит уже никакого смысла оставлять свою силу на северо Алеппо или пойти на какой-то штурм самого города. Это положительный результат для сирийской армии. Это дало городу вздохнуть наконец-то. То есть большая часть террористов сейчас отступает действительно с провинции Алеппо в сторону провинции Эдлеб, откуда они и базировались раньше. Сейчас на севере Алеппо в самом городе, в нескольких районах под контролем террористов остаются лишь мелкие уже группировки. Основная сила отказалась от их помощи, объясняя им о том, что у нее большие потери. Это 700 с лишним террористом, как я уже сказал. Это 15 бронетехники. Это и БМВ, и танки разного вида. Это и средства движения, пикапы, не считая еще три квадрокоптера. Почему-то террористы о этих бронах сами и подписали на своем инстаграме. Отметили о том, что у них три беспилотника потеряно. Для них это большая потеря. Сейчас отступление уже полностью свершено. Мусор отступило в сторону Эдлеба вместе с ней, Ахарушам и другие группировки. На севере Алеппо остаются туркманские группировки, которые Турция напрямую поддерживает сейчас. Но она может и поддерживать всего лишь теперь до поселения Кафархамра, не доезжая Алеппо. Поскольку еще раз подчеркиваю, что сирийская армия уже отрезала часть трассы газета Алеппо. Она полностью под ее контролем. А что касается террористов, которые сейчас в блокаде полной уже в районе Банезейд и в районе Масакенханана, это восточные районы самого города, то это мелкие группировки. Они радикального настроя однозначно. Среди них ИГИЛ есть, но их очень мало и они в полной блокаде. Сегодня уже поступали многие критики, то есть поступало много на их странице о том, что наши друзья, наши братья от нас отказались. Другие вызовы были, давайте еще раз попытаемся штурмовать Алеппо. Ну, потеря в 700 с лишним террористам и столько бронетехники и техники движения. Это слишком большой удар для террористов. Благодаря точным ударам ВКС России, который не давало террористам отдохнуть за последние 25 дней и не давало их бронетехнике или средств движения спокойно двигаться. И благодаря подразделению Тигра, прославленное подразделение, которое действительно штурмом взаглав взять в двух огромных районах на севере, это Аль-Халидия, Балайрамун и отрезать трассу жизни для террористов, превратив ее в трассу смерти. Юра. Ну что ж, спасибо большое. Я так понимаю, что это не завершение операции в Алеппо, это лишь начало. Все-таки это, скажем так, первые ростки, первые результаты работы наших дипломатов и наших военно-космических сил, и они уже впечатляют. Большое спасибо. Это был наш корреспондент Артур Кибеков. Продолжение следует...